Здравствуйте, дорогие программисты игр Scratch! Вы уже многое знаете, умеете, создали не один свой собственный проект. И вот настало время познакомиться с основным, самым главным понятием в программировании, понятием алгоритма. Мы с вами рассмотрим определение и изучим основные алгоритмические конструкции. Не пугайтесь этих терминов, на самом деле на практике вы уже пользовались этими вещами, многими во всяком случае. А в сегодняшнем уроке мы закрепим эти понятия для того, чтобы вы были не просто умелыми, но и грамотными специалистами. И могли создавать свои программы более сложными и умными. Как обычно, урок будет состоять из нескольких частей. И в первой части мы рассмотрим такие конструкции, которые называются следование и ветвление. И создадим игру, которую я назвала умный кот-щитовод. Ну что, поехали. Ответим на вопрос, что такое алгоритм. Скорее всего, в школе вы тоже уже проходили это понятие, поэтому фактически мы его закрепим. Итак, алгоритм – это описание некоторого набора действий в строгой последовательности шагов. То есть мы должны перечислить основные шаги, и эти шаги в этой же последовательности потом неоднократно мы можем выполнять. Для удобства, очень часто при записи алгоритма каждый его шаг имеет уникальный номер, то есть нумеруется. И во многих средах программирования действительно, возможно, те, кто постарше, видели, что каждый шаг алгоритма, каждый шаг программы имеет свой номер. На самом деле, в понятии алгоритма нет ничего страшного. Каждый человек по существу программист, который ежедневно планирует и выполняет алгоритмы своих собственных или кем-то назначенных действий. И можно привести на самом деле очень много примеров алгоритмов из жизни. Подумай, приведи свои собственные примеры, ну а я тебе в этом немного помогу. Например, каждый из нас утром встает, это первое, что мы делаем, когда просыпаемся, потом мы идем умываемся, это наш следующий шаг. Но если внимательно присмотреться, то на самом деле это не шаги, а целые так называемые процедуры. Потому что, например, для того, чтобы встать в постели, нужно сначала поднять, открыть глаза, поднять голову, опереться на правую или левую руку, сесть на край кровати, поставить ноги на пол, потом встать, выпрямить ноги, да? В общем, много-много разных действий. Для того, чтобы прийти в ванную и умыться, нам тоже нужно как минимум встать, потом повернуть в нужную сторону, в ту сторону, в которую мы пойдем, сделать определенное количество шагов. У каждого это количество шагов разное, при этом по пути мы можем повернуть либо вправо, либо влево, в зависимости от того, где находится ванная. Потом, когда мы в нее входим, нам нужно сначала открыть дверь. Но чтобы открыть дверь, нужно сначала взять рукой ручку двери, повернуть ее или нажать, тоже зависит от того, какая у нас ручка. Потом потянуть на себя или толкнуть внутрь, но, как правило, потянуть на себя, да? Вот, то есть очень много разных действий. Вот это каждое действие, это и есть шаг алгоритма. Попробую поставить видео на паузу и перечислить несколько шагов любого алгоритма по аналогии. Или мы можем рассмотреть алгоритм нашего сегодняшнего занятия приблизительно схематично. Сначала у нас было приветствие, этот шаг я уже выполнила. Затем мы изучили уже базовый термин алгоритм, рассмотрели примеры алгоритмов. И сейчас находимся на этом шаге, рассматриваем еще один пример алгоритмов. Потом мы узнаем, что такое блок схемы, изучим термин линейный алгоритм, рассмотрим, что такое логика работы программы и как описывать условия, изучим термин логическое или болевое выражение и так далее. И в конце концов мы сделаем проект «Умный код-счетовод» на основе уже существующего проекта «Код-счетовод», который мы с вами создавали на одном из предыдущих уроков. Каким будет номер шага этого алгоритма, по правде говоря, я даже и не знаю. Но надеюсь, что схему вот этого алгоритма, последовательность шагов алгоритма нашего сегодняшнего занятия вы поняли. Итак, дальше. Алгоритм можно записывать словесно, так как мы уже рассмотрели, устно или письменно, а можно вот в таком графическом виде, в виде так называемой блок схемы. Это считается наиболее наглядным способом записи, потому что все шаги хорошо видны, каждый шаг в отдельном блоке. И видно, где начало, где конец. И, как ты видишь, начало у нас обозначается таким округлым блоком. Он либо овальчиком рисуется, либо таким прямоугольником с закругленными углами, вершинами. А шаги, основные шаги линейного алгоритма записываются в виде прямоугольников. Дальше мы посмотрим, какие существуют еще блоки и посмотрим, насколько удобно такие алгоритмы читать. Как правило, когда пишутся сложные проекты, то в них участвует несколько программистов. И бывает так, что один пишет алгоритм, а другой его кодирует. То есть происходит такое разделение труда. И иногда вот эти алгоритмы описываются в формате блок-схем. Есть еще другие способы, но наша задача не рассматривать способы записи алгоритмов, а понять, какими они бывают, какие используются конструкции и как ими грамотно пользоваться. Итак, первое понятие – линейный алгоритм. Линейный алгоритм – это описание действий, которые выполняются однократно в заданном линейном порядке. Примерно так же, как мы только что рассматривали примеры алгоритмов. И такие шаги алгоритма, такие алгоритмические конструкции называются следованием. То есть у нас есть первый шаг, допустим, это начало. Потом у нас первый шаг – прийти на занятие. Второй шаг – послушать учителя. Третий шаг – выполнить задание. И так далее. Потом показать результаты. И, наконец, у нас будет конец занятия. Примерно так можно, допустим, по шагам расписать какое-то занятие. Опять же, я надеюсь, ты понимаешь, что это всего лишь схематичная запись. И каждый шаг на самом деле – это тоже последовательность более мелких шагов. Мы к этому еще будем возвращаться на более поздних наших уроках. Это очень важно в программировании.